Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Больше 40 гостиниц Краснодарского края работают по системе «Всё включено». В основном они расположены в Сочи, Анапе и Туапсинском районе. Более 3000 проб воды в Сочи взял Роспотребнадзор за пляжный сезон. Выводы специалистов – вода в море в пределах нормы. В почти всех школах Лазаревского района провели капремонт. Результаты оценил глава Сочи. Под жарким солнцем готовится новая ледовая программа. В Сочи на сборах – одна из самых ярких пар российского фигурного катания. Больше 40 гостиниц и пансионатов Краснодарского края работают по системе «Всё включено». В основном они расположены в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе. Набор обязательных услуг All-Inclusive в отелях края закрепили на законодательном уровне по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Это означает, что теперь во всех гостиницах, которые работают по этой системе, единый минимальный пакет предложений. То есть гости курортов могут быть уверенными. Какие услуги гарантированно войдут в путёвку «Всё включено». Как ведущая курортная территория России, мы обязаны показать на своём примере, что подобную услугу нужно сделать повсеместной. До этого нигде в мире не было единых стандартов по оказанию услуг такого формата. Все гостиницы и отели, которые работают в формате «Всё включено» прошли обязательную классификацию. В целом сегодня на Кубани звёзды присвоены почти 6,5 тысячам мест размещения. Более трёх тысяч проб воды в Сочи взял Роспотребнадзор в зонах купания за нынешний пляжный сезон. Выводы специалистов – вода в Чёрном море стандартная, то есть в пределах нормы. Эту и целый ряд других тем сегодня обсуждали в администрации Сочи на планёрном совещании при главе города. В Сочи более 40 точек сбора данных о состоянии морской воды. Кроме того, её качество оценивают и собственники пляжей, передавая данные в лабораторию. За купальный сезон специалисты взяли 3300 проб. Выводы Роспотребнадзора – вода в море чистая, а уровень инфекционных заболеваний на уровне многолетних значений. Иными словами, отдыхать на Чёрном море безопасно. Да и Минтуризма Кубани отмечает сочинские пляжи лучшие на побережье. Впрочем, туристы любят Сочи за чистоту не только воды, но и городских улиц и контейнерных площадок, где в сезон нередко скапливается много мусора. Наслышали главы районов, да? Чтобы сегодня и вообще контроль жесточайший на контейнерной площадке ничего не должно быть. Оказывайте помощь, если есть такая необходимость. Особенно в крупногабарите, потому что, конечно, крупногабарит вывозить – дело такое сложное. Сентябрь месяц, как и август, он будет достаточно наполнен событийными мероприятиями. Это ещё раз будет говорить о том, что особое внимание надо уделить санитарному состоянию города. Обсудили и подготовку к первому сентября. Все акты мониторинга готовности школ к новому учебному году уже подписаны. Из бюджета всех уровней на капитальный косметический ремонт было выделено порядка 100 миллионов рублей. Ещё более 30 миллионов – это деньги шефов-меценатов. Большое внимание, как и обычно, уделяют обеспечению безопасности учреждения образования. Проверены подвалы и чердаки, работа охраны и тревожные кнопки. Ну а количество видеокамер будет увеличено. 2 миллиона 780 тысяч выделено. Они уйдут на установку дополнительных камер наружного наблюдения в 12 школах. Также в этом году Департамент по финансам изыскал возможность выделить 12 миллионов 65 тысяч на дополнительные камеры по всем остальным школам. И мы установим до конца года во все школы дополнительные видеокамеры. У нас весь териметр будет закрыт. Также на совещании сообщили, что развитие гусениц второго поколения американской белой бабочки, опасного вредителя растений, заканчивается. Ну а огромное количество гусениц на земле, которое изумляет и сочинцев, и туристов, говорит о недавно проведённой обработке деревьев. Большая часть бабочки уже уничтожена химическими препаратами. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сочинские школы на финишной прямой в вопросе завершения ремонтных работ. В нескольких десятках образовательных учреждений курорта на протяжении летних каникул кипела работа. Как показали инспекционные визиты мэра города, большинство обновлённых фасадов, коридоров и классов готовы ко встрече со школьниками. Накануне Анатолий Пахомов проинспектировал подготовку школ Лазаревского района. Головинка, Волковка, Якорная щель, Сергей Поле. Глава города побывал практически в каждом населённом пункте и обошёл все образовательные учреждения самого большого района курорта. Как и прежде, повышенное внимание к работе охраны и системе видеонаблюдения. Камеры должны охватывать весь периметр школьных дворов. Те же требования и к детсадам. Директорам же мэр напоминает вся ответственность за антитеррористическую безопасность на них. Что касается ремонтных работ, то они завершены. Миллионы рублей, выделенные шефами и муниципалитетом, освоены в указанные сроки. Осталось покрасить пару кабинетов и помыть. Конечно, успеем. Всё сделается. Всё в рабочем режиме, всё по графику. Фасад в прошлом году сделали. Леса стоят, заканчиваем ливнёвки делать. Спасибо, мы очень благодарны. Весь родительский состав, вообще весь посёлок Якорная щель говорит большое спасибо. В большинстве школ Лазаревского района проведён именно капитальный ремонт. К слову, впервые. Самые масштабные работы были запланированы в школе посёлка Головинка. Эта школа в Головинке давно уже нуждалась в капитальном ремонте. И мы правильно приняли решение, выделили достаточное количество денег. И сегодня вы видите, что школа совсем преобразится. И мы уверены в том, что для деток Головинки это будет действительно не только школа, это будет и культурный центр. Надо отдать должное, что все директора школ очень ответственно отнеслись к ремонту, к подготовке к новому учебному году. Но мы видим, например, что школу в ЛАО на следующий год нужно тоже, как и школу в Головинке в этом году, также ставить на капитальный ремонт, потому что школы старые и они могут быть новыми. Вот видите, это ещё раз пример того, что можно хорошо отремонтировать и, по сути дела, в новый храм науки пойдут дети. Строятся в Лазаревке и пристройки к школам. Одна из них, к 82-й, на 400 мест откроет свои двери ученикам начальной школы 1 сентября будущего года. Сделайте так, чтобы школьному процессу, учебному процессу не мешать, потому что что нужно сейчас, вот ещё до 1 сентября сделать, канализацию там потянуть, воду, я не знаю, ну все эти, которые, чтобы не мешали, чтобы потом не рылись там, хорошо? Ну что, вам удачи. Количество школьников продолжает расти. В этом году от них первоклассников ожидается порядка 8 тысяч. И школы Лазаревского района востребованы не меньше, чем центрального. Но вопрос с нехваткой мест за партами частично решится уже в этом учебном году. 1 сентября первый звонок прозвенит во вновь построенной школе в посёлке Совет Кваджи. Инга Габешия, Владимир Киселёв, телекомпания ФКТ. Больше услуг, меньше времени на их оказания. В Краснодаре сегодня обсудили планы по развитию многофункциональных центров в регионе. В этом году в МФЦ, в населённых пунктах, где проживает более 100 тысяч человек, планируется запустить услугу по выдаче загранпаспортов нового образца. Уже закупается необходимое для этого оборудование. Также будет внедрено обслуживание комплексных запросов, когда для получения нескольких услуг человеку достаточно прийти один раз. Также по принципу одного окна будут работать и с представителями малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес. Для меня это принципиально важно, потому что они сегодня тоже дают оценку о работе МФЦ. И нам важно, чтобы малый и средний бизнес был максимально доволен, в том числе сотрудничеством, я бы так сказал, с МФЦ. И количество услуг, которые сегодня оказываются малому и среднему бизнесу, посредством МФЦ должно расти. До конца года в Краснодарском крае откроют три центра оказания услуг малому и среднему бизнесу. Работать они будут на территории двух коммерческих банков. В дальнейшем сеть планируется расширять. С начала года жители Кубани обращались в МФЦ около 3,5 миллионов раз. Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что обслуживание населения необходимо привести к единому уровню, как в крупных городах, так и в небольших станицах и поселках. 98% опрошенных респондентов сказали, что недовольны деятельностью МФЦ в тех муниципальных образованиях, где они живут. Коллеги, конечно, это такой хороший показатель. 98% из 100. Но 2% недовольны. МФЦ в больших городах, да просто в городах. Это один уровень. А вот МФЦ в отдаленных наших станицах, хуторах, поселках, там по-разному. Наша задача очень простая. Привести работу МФЦ Края к единому высокому, высочайшему стандарту. Тогда мы уберем все эти жалобы, все. И те 2%, о которых я сказал, и их не будет. То есть мы добьемся 100% одобрения жителями края работы МФЦ. Сейчас в каждом многофункциональном центре Краснодарского края оказывают около 200 государственных и более 10 тысяч муниципальных услуг. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 22 августа в Сочи переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 27, 29 градусов выше нуля. Ремонт дороги и системы водоснабжения. С такими вопросами обратились губернатору жителей Кубани. В немин Кондратьев провел очередной прием граждан. Транспортная артерия, ведущая к станице Ленинградской, уже много лет требует ремонта. Из-за выбоин в полотне к местным жителям отказывается ехать такси. Скорая помощь с трудом пробирается к больным. На ремонт не хватало средств. Глава региона поручил решить этот вопрос до 10 сентября. Таких улиц мира, к сожалению, в нашем крае, наверное, немало. Я даже убежден. Название это у нее красивое, светлое, мира. На самом деле не пройти и не проехать. У меня в первую очередь вопрос коллегам. Почему мы доводим улицы до такого состояния? А почему вовремя их не ремонтировать? И тогда мы не будем огромные-огромные деньги тратить уже на капитальный ремонт. А не проще ли просто подходить к текущему ремонту более качественно? И тогда бы мы не допустили такого коллапса. Вот тоже здесь вопрос системного подхода. И своевременно принятые меры дорожника, или кто отвечает за дорожное хозяйство, они бы не привели уже к капитальным ремонтам. Еще одним заявителем стала жительница Брюховецкого района. Вода в хутор Горбузовая балка поступает с перебоями. Эту проблему местные власти решают вот уже 10 лет. Но все это временные меры. Вениамин Кондратьев назначил ответственных лиц и поручил начать работы по ремонту системы водоснабжения в марте следующего года. День государственного флага отметят 22 августа в Сочи. Национальные творческие коллективы торжественно пронесут главный символ России по улице Новогинской от администрации центрального района к мэрии. Главной площадкой празднования, которая начнется в 10.00, станет площадь флага. Сегодня здесь уже кипит работа. Установлена сцена. На ней в 18 часов пройдет праздничный гала-концерт. Каждый сможет принять участие в конкурсах, розыгрышах, флешмобах и викторинах. Специальным подарком для молодежи станет дискотека. Кроме того, жителям и гостям Сочи предлагается принять участие в конкурсе. Нужно выложить самые яркие фотографии с празднования Дня государственного флага в социальной сети с хэштегами «Культура Сочи», «День флага», «Триколор». Победитель, который будет выбран на праздничной дискотеке, получит подарочный сертификат на посещение кинотеатра Сочи на любой день до конца лета. Футбольный клуб Сочи следующий матч сыграет не на фиште. Встреча с Краснодаром 2 состоится на центральном стадионе. Причина, по словам тренеров, плохой газон. Игра девятого тура Олимпиаренства футбольной национальной лиги состоится 1 сентября. О плохом качестве газона на фиште сообщил главный тренер черноморской команды Александр Тачилин. После матча Сочи-Нижний Новгород на газон жаловались тренеры обеих команд. Тачилин заявил, что именно поле помешало хозяевам показать свой футбол. Сейчас клуб вместе с региональными властями ищет выход из ситуации. Под жарким сочинским солнцем готовится новая ледовая программа. На базе Югспорта проходят сборы национальной команды по фигурному катанию в парах. Особое внимание, безусловно, к одной из самых ярких пар зимней Олимпиады – Евгении Тарасова и Владимиру Морозову. На тренировки фигуристов побывала наша съемочная группа. Трибуны не шумят. В зрителях только журналисты и тренеры. Сначала легкая раскатка, потом знаменитые выбросы. За ребятами внимательно следит Нина Мозыр. Заслуженный тренер России после Олимпиады несколько отошла от дел. Но своих воспитанников не оставляет. Я не ушла, я отошла от активности. В принципе, я с ними, я помогаю одной и второй паре. Я присутствую на тренировках, я приезжаю, смотрю. А каждый день я просто устала. Готовить Тарасову и Морозова ежедневно взялся другой воспитанник Мозыр – Максим Траньков. Олимпийский чемпион игр в Сочи прекрасно знает, что необходимо для успешного проката. Программа ребятам, для ребят, скажем так, образы довольно сложные. Они еще, как бы, как сказать, дорабатываются, оттачиваются. Также мы выучили некоторые новые элементы, которые тоже требуют работы. Поэтому сказать, что все легко и просто, нельзя. Работаем. В этом сезоне фигуристы готовят второй тройной выброс, достаточно дорогостоящий, как сами выражаются, элемент. То есть за него начислят больше баллов. Остальные элементы подкорректированы в соответствии с новыми правилами. Новый выброс будет в призвольной программе. Вообще у нас все программы кардинально отличаются друг от друга, поэтому никогда ни в одном ключе не делаем постановки. То есть этот год тоже не исключение. Если совершенно другая произвольная будет и по стилю, и по музыке, и по исполнению, поэтому в сезоне еще успеете посмотреть несколько раз. Олимпийская программа в Хинчане запомнилась еще и яркими костюмами российской пары. Выбор наряда здесь дело не личное. Да, это в прошлом году была больная тема по поводу костюма для произвольной программы, но хотели сделать что-то веселенькое. И слишком много всего наклеить на него было бы тоже лишнего. Поэтому полвыбор на горошек. Ну, как-то совместно все решили. В новой произвольной программе у пары будут светлые костюмы в короткой – темные. Все это Тарасова и Морозов покажут на контрольных прокатах сборной в Москве 8 сентября. А уже в октябре спортсменов ждут первые в сезоне соревнования. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов. Телекомпании ВКТ. Сочинка Анастасия Ячевская завоевала бронзу международного турнира по самбо памяти заслуженного тренера СССР Михаила Бурдикова. Он прошел в городе Кстова Нижегородской области. В турнире приняли участие 250 сильнейших самбистов из разных уголков России, а также из Белоруссии, Грузии и Румынии. Краснодарский край на турнире представляла Сочинка мастер спорта России Анастасия Ячевская. Она завоевала бронзу в весовой категории 48 килограммов, уступив спортсменкам из Республики Белоруссии и Свердловской области. Ячевская работает тренером отделения джиу-джитсу, 17-я детско-юношеской спортшколы и представляет спортобщество «Динамо» на курорте. Сочинцы завоевали Кубок Абхазии по косике каратэ. Шестой международный турнир прошел в Сухуме. Этот вид спорта отличается применением специального защитного снаряжения. Оно позволяет проводить полноконтактные поединки без травм. Благодаря сотрудничеству Абхазской федерации косики каратэ с Международной федерацией этот турнир стал ежегодным и популярным. В этом году на нем присутствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба. В целом турнир собрал более 200 участников из Абхазии, России и Донецкой Народной Республики. Среди них и сочинец Артем Геворкян. Эти соревнования были для него самыми сложными. Перейдя в более тяжелую категорию, он столкнулся с непривычными для него соперниками, но все же смог завоевать Кубок. В первом бою мне попался противник, у которого был сильный удар. Я его постоянно встречал, удержался на дистанции, чтобы он не мог меня доставать. А в финале я встретился со своим одноклубником. С ним мы поделили золото и серебро. Самый младший ученик Денис Могилин занимается каратэ вместе с братом. В этом турнире участвовали оба, но Денису удалось пройти тяжелые отборочные поединки и выиграть бой за третье место. Мы стараемся все повторять дома и готовиться к каждым соревнованиям. Я мечтаю пробыть всю жизнь на каратэ до черного пояса. В целом в сухом составе сборной Краснодарского края отправились 9 сочинцев. Завоевали кубок и 5 медалей. Мои ребята очень достойно отработали. Я вполне доволен результатом. Они долго готовились. Занимались мы с ними все лето 6-7 раз в неделю. Здесь на базе 27-й школы и 18-й школы в этих спортзалах. Теперь под руководством тренера ребята готовятся к чемпионату России. Он пройдет в Москве в конце ноября. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Продолжение следует.